Здравствуйте! В эфире новости Карелии, в студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. И мы понимаем, что спортивный зал в том виде, в котором он был изначально, это уже, наверное, становится такой вот утопией. Новый учебный год. Петрозаводская школа номер 14 с классами спортивного профиля начнет без спортивного зала. Погоня со стрельбой и другие происшествия. Дорожные хроники расскажут о поведении водителей в Карелии. В урочище в Вартиолампе отметили Карельский день. В поликлинику на государственном такси. Для пожилых граждан Карелии действует социальная служба доставки в медучреждение. Ей могут воспользоваться те, кто проживает вдали от больниц и ФАПов. Служба снова заработала после длинной паузы в пандемию, чему постоянные клиенты очень обрадовались. Я нанимала частника, платила с пенсии и приезжала к врачу. Вот так. А часто приходилось ездить? Да, конечно, часто. Я болею часто, поэтому я частника нанимала и приезжала к врачу. А сейчас уже который раз возят. Я так довольна. Привезли, увезли, буду у врачей. Я очень довольна. Спасибо. После всех врачей пенсионеров развезут по домам. В Пряжинском районе доставка действует раз в неделю. Для людей от 65 лет машина приедет за пенсионером в любой населенный пункт. В основном желающие – это кто обслуживается на дому. Мы закрываем полностью потребность. Да, вот в этом году по плану мы его немножко уже увеличили план. Такой транспорт для старшего поколения действует в рамках национального проекта «Демография». Чтобы воспользоваться социальным такси, нужно обратиться в районный комплексный центр обслуживания населения. Телефон Пряжинского отделения на ваших экранах. Новый учебный год. Петрозаводская школа номер 14 начнет без спортивного зала. Он находился в пристройке, которая была аварийной и не использовалась несколько лет. Поэтому в прошлом году ее снесли. Школа с классами спортивного профиля остается с 2015 года без ключевого помещения. Появится ли у образовательного учреждения новая пристройка или проблему отсутствия спортзала будут решать другим способом, выясняла Юлия Кучеренко. У школы номер 14 на Первомайском проспекте новый фасад. Здание обновляют по федеральной программе капитального ремонта. Она стартовала в стране 1 января этого года. Пока только 4 петрозаводские школы вошли в программу. 9-я, 14-я, 20-я, 25-я. Редкая удача для образовательного учреждения получить федеральные средства. И в школе номер 14 очень рады тому, как стало выглядеть здание. Но совместно с администрацией города решили пристраивать что-то к основному зданию и нарушать новый фасад теперь точно не будут. Вот так выглядела пристройка в 2020 году. И мы понимаем, что спортивный зал в том виде, в котором он был изначально, это уже, наверное, становится такой вот утопией. Мы выезжали не единожды на территорию школы, в том числе и со спортивной общественностью. И считаем, что нужно ставить модульный зал, который покрывал бы потребности не только школы, но и в вечернее время там могли бы заниматься жители района. Место для нового отдельного объекта модульного спортивного зала пока не определено. Возможно, придется двигать или переносить школьную спортивную площадку с покрытием. Либо задействовать часть большого футбольного поля, которое, кстати, востребовано у детей. Здесь в любом случае приоритет будет изначально стационарный зал. А потом уже будем понимать, куда открытые площадки переносить. Я думаю, в 2023 году проектирование будет зала обязательно. Если, конечно, позволит бюджет, потому что это не дешевая история. Директор школы Татьяна Синева верит, что ситуация должна измениться к лучшему. Говорит, просто нельзя быть без спортивного зала уже 7 лет. В школе номер 14 традиционно есть классы со спортивным профилем. Но пока все уроки физкультуры и внеурочные спортивные занятия образовательное учреждение самостоятельно проводить не сможет. И в новом учебном году серьезная нагрузка ляжет на свой малый зал, придут на помощь домбокса и соседние школы. Юлия Кучеренко, Варвара Ермоленко, Служба новостей. К новому учебному году готовятся не только школы, но и детские сады. Так, дошкольное учреждение номер 118 в Петрозаводске с сентября впервые придет около 100 малышей. Сейчас на его территории ремонтируют теневые покрытия, обновляют кровлю. Как идут работы, узнала Юлия Бараева. Ремонт в Петрозаводском детском саду номер 118 «Ягодка» на Древлянке ждали. Учреждению более 30 лет и капитального ремонта за все это время не было. Здесь занимаются 300 воспитанников. Сейчас подрядчик ремонтирует кровлю. Работы выполнены уже наполовину. Обновляют и теневые навесы на детской площадке. Там прогнили доски. Навесы уже пришли, скажем так, в негодность. Было небезопасно детям гулять на участке. Этот вопрос волновал не только нас, но и родителей. И мы обратились за помощью. И в этом году нас услышали и нам помогли в этом. За помощью руководства детского сада обратилась в администрацию города и к депутатам Петросовета. Приятно посетить данный детский сад и посетить хорошие новости, что работы уже ведутся. Денежные средства из городского бюджета выделены не зря. По программе социально-экономического развития Петрозаводска. Мы следим за работами. Мы голосовали за то, чтобы выделить денежные средства, необходимые детским садам. Это важно. Дети – наше будущее. Выполнение работы оценил мэр города Владимир Любарский. Он встретился с подрядчиком и сотрудниками детсада. Сейчас есть небольшие протечки кровли, которые возникли при работе из-за погодных условий. Работники их устраняют в рамках контракта. Вот пошли по внутренним работам посмотреть. Есть вещи, которые прямо сейчас необходимо скорректировать. С подрядчиком определились, что необходимо добавить где-то сил, где-то техники. Должны уложиться в срок, но при определенных корректировках. Что-то подкорректировали, что-то подправили. Идем в графике. Что касается ремонта теневых навесов, здесь все в порядке. Потому что те недостатки, которые, конечно, были критичными в прошлом году, их устранят. Администрация города и депутаты Петросовета продолжат контролировать подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. А работы в детском саду номер 118 подрядчик должен закончить к 1 сентября. Чтобы уже осенью ребята пришли в обновленный детский сад. Юлия Бараева, Варвара Ирмоленко, Служба новостей. Этим теплым летом жарко не только людям и животным, но даже памятникам. Петрозаводчанка Диана Василевич по пути на работу застала Владимира Ильича, принимающего душ. Она сняла этот процесс на видео. Уж не знаю, с шампунем или без, но заблестел, пишет Диана. Пьяного таксиста без прав поймали в Петрозаводске, а на Валаме дайверы нашли баржу времен Великой Отечественной войны. Об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». В Зарецком парке Петрозаводска вдоль набережной Гюринга у МФЦ и зданий мировых судей началось обустройство парковки. Будут ли в ходе работ сносить березы и голубые ели, пока неизвестно. Пьяного таксиста без прав поймали в Петрозаводске. Автомобили забрали на штрафстоянку. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и административный арест до 15 суток. На Валааме дайверы нашли баржу, перевозившую продукты в блокадный Ленинград. 50-метровое судно, предположительно до 1942 года постройки, нашли на глубине около 20 метров в районе Малой Никоновской бухты. Автовокзал Петрозаводска предупредил о задержках рейсов из-за ремонта трассы Кола. Новый асфальт будут класть на участки федеральной дороги от Новой Вилги до развилки на матросы сегодняшнего дня. На улице Красноармейской Петрозаводчанин провалился в полутораметровую яму на месте ремонтных работ и получил травму головы. Спасатели помогли ему выбраться, а медики оказали помощь. От каминов и печей до издания печатного альманаха и книги для детей. Петрозаводский печной центр отмечает юбилей 25 лет. Наш корреспондент Герман Алмакаев побывал на карельском предприятии и узнал, в чем секрет его успеха. На этом стенде представлен печной декор. Печной декор в основном используется для украшения печей. Можно их использовать как такие декоративные элементы, как поясочек. Кристина – руководитель керамической мастерской. Здесь знают, как украсить любой, даже самый обычный типовой камин. Два года назад, имея высшее образование в сфере технологий предпринимательства, но без опыта работы Кристина попала сюда. Признается, поначалу было страшно. Думала, заставить лепить и таскать кирпичи. Я когда пришла сюда, у Сергея Ивановича была только идея, у меня был интерес. И, в общем-то, все, что у нас было. Это было абсолютно пустое помещение, не было никакого оборудования. То есть я пришла, открыла интернет и стала изучать, что такое керамика, как ее делают, изучать технологии. После этого меня отправили на курсы. То есть это было прям с нуля. Цех керамики – самый новый из семи ныне существующих. Казалось бы, прямого отношения к печному делу не имеет. Однако таких неочевидных направлений деятельности с каждым годом все больше. В первую очередь благодаря основателю и руководителю Сергею. В прошлом строитель – инженер. Когда в 90-е стройки замораживались, а организации закрывались, пришлось искать новые виды деятельности. Переквалифицировался на печника, нашел единомышленников. И дело пошло. Печное дело никто всерьез не воспринимал. Говорят, это умирающая профессия, кому она нужна, это вообще забудьте. И получалось, что серьезно печным делом бросились все заниматься в том плане, как ремесло. Ну и мы поняли, что в принципе, если этим заняться серьезно, то это может дать очень серьезные такие дивиденды. И мы сейчас спокойно развиваемся. И нас, так как мы все время дальше идем, нас очень сложно догнать. Так, умирающая на стыке тысячелетий профессия в Карелии обрела новый виток развития. Свыше 5000 проектов, курсы печников 4 раза в год, благотворительный фонд, участие в благоустройстве города. Новый арт-объект «Щит и крест» готов и ожидает монтажа в сентябре. Русское печное общество, основанное Сергеем, помимо объединения и обмена опытом печников разных регионов страны, ответственно за выпуск печатного альманаха и книги для детей. В связи с санкциями в печном центре появилась одна из собственных разработок – талькобетон. Он занял место талькохлорита. Его было дорого привозить из Финляндии. Экскурсия по цехам производства оказалась полезной для нашей съемочной группы. Стало понятно – в печном деле важна любая мелочь. Зачастую пожар на дачах происходит из-за нарушения пожарных норм при строительстве печи. А также не забывайте, что растапливать печь нужно только дровами, а не растопочными смесями. Герман Алмакаев, Алексей Локтев, служба новостей. За семь месяцев на дорогах Карелии в дорожных авариях погибли 22 человека, сообщает Госавтоинспекция Республики. Большинство ДТП происходит только по вине водителей, нарушающих те или иные правила. Управляющие средствами повышенной опасности люди от самоуверенности и невнимательности приносят много бед себе и другим. Анжела Дробышевская снова подготовила дорожные хроники, чтобы показать, как делать не надо. За первое полугодие количество погибших в ДТП в Карелии сократилось почти вдвое. Новые пешеходные переходы, искусственные неровности и освещение положительно влияют на снижение аварийности на автодорогах республики. Правда, некоторые водители и пешеходы своими маневрами никак не хотят улучшить статистику аварийности. Наша очередная подборка как раз про это. 8 августа Пряжинский район. Трагическое ДТП унесло жизнь 75-летней жительнице Нижегородской области. Автомобиль под управлением 45-летнего водителя выехал за пределы дороги и врезался в край водоотводного сооружения ручья. Днем ранее недалеко от Шелтезера водитель Форд Фокус выехал на встречную там, где обгон запрещен и столкнулся с Ниссаном. Травмированы виновник аварии, а также водитель и пассажирка Ниссана. 3 августа Петрозаводск. Шотмана Ленина. Небезопасный маневр одного водителя привел к жесткому столкновению с соседним авто. 9 августа. Набережная Варкауса. Один из участников ДТП почему-то наехал сзади на останавливающегося перед перекрестком второго участника. По традиции прилетело и третьему мирно стоящему на перекрестке. 5 августа на улице Куйбышева встретились кроссовер и мотоцикл. Один поворачивал, второй обгонял. 8 августа. Первомайский проспект. Престранная авария. На пустом месте занос с разворотом и через бордюр на газон. Сегежа. 11 августа. Бульвар Советов. Легковушка, не снижая скорости, подпрыгнула на искусственные неровности и не меняя траекторию движения, выехала за пределы дороги. Конечная точка – бетонное ограждение. Водитель был пьян. 7 августа в Петрозаводске была погоня за нетрезвым водителем. Началась она на площади Гагарина, а закончилась в Соломенном. Пытаясь уйти от патруля, водитель Рено неоднократно нарушал правила дорожного движения. После предупреждений о применении табельного оружия автоинспектор все-таки выстрелил. Водитель был действительно пьян. Стаж вождения – 8 месяцев. Применение табельного оружия – довольно опасная мера, но иногда крайне необходимая. В каких именно случаях дорожные полицейские начинают стрелять и насколько это безопасно для окружающих и самих нарушителей? Узнаем подробности. В случае, если законное требование сотрудника полиции об остановке транспортного средства водитель игнорирует, в соответствии с федеральным законом, сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие, в том числе для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель отказывается выполнять неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни, здоровью граждан. Подобные действия автоинспекторов не создают опасности для окружающих людей, которые находятся рядом с погоней. На сегодня это все. Берегите себя, других и не становитесь участниками Дорожных Хроник. В урочище в Арте-Алампе отметили Карельский день. Этот год юбилейный для парка по Анаярме и Лоугского района. Поэтому часть праздника была посвящена истории края, но главной темой стала баня. Участники пели песни на карельском и русском языках, слушали о банных традициях карел, собирали веники, в командных играх и взрослые дети вместе стирали, готовили баню и парились на выбывание под общий смех и подбадривающие крики зрителей. А в завершении карельские танцы, круга и всеобщий поклон по-карельски. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Берегите себя, хороших вам выходных и до встречи в эфире.